привет из бали собиралась сегодня с утра бегать в итоге все закончилось тем что я еду на букет кромычу и буду снимать видео о бали я планирую снять такой проект это будет айфона фильм айфона короткометражный фильм где люди все которые живут здесь долго будут говорить о том как они сильно любят или же ненавидят бали сейчас соберу сумку и поеду я не знаю я просто снимаю видео из моего канала в youtube я говорю о путешествии в Индии в Филиппинах и в Бали алина дип фэшн диш дип фэшн диш дип фэшн диш но перед этим заеду еще в бинтанг к куклу сока апельсинового позавтракаю в дороге собакам бывает кусачей только от жизни бродячей плющи это вкусняшка борщик 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 Короче, заехала я к местному русско-балейскому художнику и серферу. Сейчас будем показывать его непревзойденные скромные, непревзойденные творения. Ты не можешь купить? Нет, ты мне пол подарил. Короче, отдал, вернее, своего друга телефон. Ты не видишь, что четвертый айфон? Вот. И мы сейчас будем делать маленькое интервью для моего короткометражного. Пока. Пока. Это местный так называемый Кос, Гестхаус, в котором живут люди или посуточно, или помесячно, или понедельно, или погодово, непонятно. Здесь даже есть бассейн и есть комнаты. Кухня общая. Стоит такой Кос в день примерно 10 долларов, и в месяц миллион шестьсот, это где-то примерно 140-150 долларов. Выглядит комната вот таким образом. Очень такая красивая кровать. Столик. Столик. И вот здесь вот такая верандочка. Ну, то есть 150 долларов в месяц. А если заключать на год контракт, так вообще это будет стоить чуть ли не 100 долларов в месяц. Ну, нужно заплатить сразу за год. По-моему, за год, если мне не подводят память. Вот здесь живет мой знакомый друг Рома, с которым я познакомилась сразу же в первую неделю, я бы даже сказала, в первый день моего приезда на Бали. Потому что именно в этом Косе жила Марина, которая меня нашла на дороге. Продолжение следует... Продолжение следует...